Бурые и белые медведи – ближайшие родственники, поэтому между ними очень много общего. Интересно, если между ними так много общего, то могут ли белые и бурые медведи скрещиваться друг с другом? А если могут, то что за зверь родится от их союза? Между бурыми и белыми медведями много различий. Бурые мишки – по большей части вегетарианцы, предпочитающие жить в лесах. Белые же медведи крупнее своих родственников. Они живут в суровых приполярных областях земли, где питаются исключительно мясной пищей. Но несмотря на все различия, оба вида косолапых относятся к общему семейству медвежьих, поэтому между ними общего все равно больше. Интересно, а могут ли скрещиваться бурые и белые медведи? А если могут, то кто родится от такого необычного союза? Зуброны, бифало, лошаки, яглевы, мулы – не счесть примеров удачного скрещивания животных одного семейства. Жеребец плюс ослица – равно лошак. Зубр плюс домашняя корова – зуброн. А бурый медведь плюс белый медведь? От подобного союза родится пизли, также известный как грулар, нанулак и окнук. Но в отличие от лошаков, инициатором такого необычного союза становится не человек. Сводницей выступает сама природа. Белые и бурые медведи-гризли часто встречаются на Аляске, где проходит граница ареалов их обитания. Обычно животные стараются избегать друг друга, но иногда между мишками вспыхивает взаимная страсть, и спустя несколько месяцев на свет появляется необычное потомство. Внешне пизли похожи на белых медведей, которые извалялись в грязи. У них желтовато-белая шкура с большими буроватыми пятнами. Габаритами пизли почти не отличаются от белых медведей. Они примерно одинакового размера. Еще одна общая черта с белым родителем – рацион. Гибриды больше мясоеды, чем вегетарианцы. Однако в отличие от белых медведей, голова у пизли более массивная и широкая, а характер менее дружелюбный. А это уже наследие гризли. В отличие от упомянутых лошаков, пизли не стерильны. Напротив, они очень даже охотно скрещиваются как между собой, так и с чистокровными бурыми или белыми мишками. Гибриды вообще отличаются повышенной жизнестойкостью. Поэтому некоторые зоологи предполагают, что уже в недалеком будущем появится отдельный вид косолапых. Но почему два вида медведей стали скрещиваться только сейчас? Строго говоря, союзы между бурыми и белыми мишками существовали давно, но в последнее время два вида скрещиваются чаще. Причина всему – глобальное потепление. Естественный ареал белых медведей уменьшается, поэтому мишки вынуждены все чаще заходить вглубь континента, где они и сталкиваются со своими бурыми родственниками. Трудно сказать, к чему в итоге приведут подобные мишвидовые союзы. Чтобы образовать отдельный вид, у пизли должна быть большая устойчивая популяция. Это примерно 500 и более особей. Но пока гибридов белого и бурого медведей слишком мало в дикой природе. Ну вот, теперь вы знаете, что за зверь родится от союза белого и бурого медведей. Если ролик был интересным, не поленитесь поставить лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео о диких животных.